Приветствую вас, дорогие друзья, на очередной теме нашего исследования учения Библии. Наш цикл имеет название «Просто христианство» и охватывает 28 основных тем Священного Писания. Эти темы включены в шесть больших разделов, два из которых «Учение о Боге» и «Учение о человеке» мы с вами уже прошли. Очередной, третий раздел библейского учения называется «Учение о спасении», а новая, восьмая тема, называется «Великая борьба». В предыдущем исследовании мы отметили важнейший момент человеческой природы, объединяющий всех людей. Это греховность человечества, его зависимость и расположенность к злу. Современный рынок киноиндустрии содержит несколько картин, в которых раскрывается похожий сюжет. На Землю совершается вторжение. Жуткий вирус, делающий людей бесчувственными зомби. Или инопланетная цивилизация, которая выращивает свои дикие растения на людской крови. Или огромный астероид, несущийся к планете на бешеной скорости. Ну а в конце часто в этих сюжетах побеждает человек. Может быть, авторы этих сюжетов читали Библию? Ведь что-то похожее есть в ее рассказе. Она таки говорит, что наш мир тоже пережил особое вторжение. И все современные проблемы объясняются именно вмешательством в историю нашей цивилизации извне. Но эта беда постигла первых людей давно, еще на заре мира. А спасение человека, согласно Библии, это не его собственная заслуга. На своих страницах Библия многократно упоминает одного персонажа, которого называют дьяволом или сатаной. Эти слова означают «клеветник» и «противник». Иногда он называется в Библии «лукавым», а также зовется «князем этого мира». За этими названиями стоит одна личность – могущественный и сверхъестественный ангел, который утратил свое высокое положение – архангел Люцифер. Давайте начнем разбираться в терминах. Библия действительно говорит об ангелах. Согласно ей, ангелы – это существа, превосходящие людей в своих способностях. Они были сотворены для исполнения воли Творца как служебные духи. Обычно они невидимы. Но Библия говорит, что иногда они проявляют себя в образе людей. Они обладают большой силой и могуществом. Сам по себе термин «ангел» – «ангелос» – обозначает «вестник». Также Библия различает разные виды ангелов. Например, существуют херувимы и серафимы. Например, термин «серафим» означает «огненный» или «пылающий». Библия рассказывает, что когда-то началась Вселенская война. На ее страницах Люцифер представлен символически в виде тирского и вавилонского царей. Люцифер – сын Зари, херувим, пребывал в присутствии Бога. О нем сказано так «Ты – печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». Хотя появление греха невозможно ни объяснить, ни оправдать, истоки его следует искать в гордости Люцифера. Библия говорит так «От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою». На самом деле Люцифер не захотел довольствоваться тем высоким положением, которое дал ему Творец. «Будучи первым Божьим творением, он исполнился эгоизма и захотел быть равным самому Богу. Оговорил в сердце своем, «Выше звезд Божьих вознесу престол мой, взойду на небо, буду подобен Всевышнему». Противник, сатана, желал иметь положение Бога, но не его характер. Он хотел обладать властью Бога, но не его любовью. Восстание Люцифера против Божьего правления было первым шагом на пути, следуя по которому он стал сатаной или противником. Действуя тайно, коварно, в условиях, когда никто не знал, что такое ложь, Люцифер добился того, что многие ангелы усомнились в Божьей любви. Последовавшее за этим недовольство Божьим правлением привело к тому, что одна треть всех ангелов присоединилась к восстанию. «Мир и спокойствие в Божьем Царстве были нарушены, и произошла на небе война», говорит Писание. Она привела к тому, что сатана, названный в Писании «великим драконом, древним змеем и дьяволом, был низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Так началось вторжение. В предыдущей теме мы с вами, друзья, увидели, что после своего изгнания с неба сатана посеял семена своего восстания на нашей земле. Приняв обличие змея и приводя те же доводы, которые привели к падению его самого, он сумел подорвать доверие Адама и Евы к их создателю. Он возбудил в Еве недовольство тем положением, которое она занимала. И затем ее увлекла перспектива быть равной Богу. Вы чувствуете один и тот же сценарий? Она поверила словам Искусителя и засомневалась в словах Божьих. Вопреки запрету Бога, она съела плод и побудила мужа сделать то же самое. Поверив словам змея больше, чем в словам своего Создателя, они потеряли доверие и нарушили свою верность Богу. Страшно подумать, но семена борьбы, которая началась на небе, пустили свои корни на земле. Соблазнив наших прародителей, Сатана тем самым нагло отнял у них владычество над землей. Это было не столько вторжение, сколько захват власти под фальшивыми обещаниями. Оккупировав теперь нашу планету и притязая на право быть князем этого мира, так говорит Библия, Сатана с новой силой бросил вызов Богу, его правлению Вселенной. Как только это произошло, последствия не заставили себя долго ждать. В растениях и животных очень скоро стали происходить генетические мутации, изменяя их. Но наиболее отчетливо последствия греха стали проявляться в людях, в нас с вами, которые унаследовали от Сатаны склонность к бунту и восстанию. Прошло меньше двух тысяч лет, и восстание людей против Бога достигло таких масштабов, что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И Бог вынужден был очистить землю от нераскаившихся ее обитателей водами всемирного потопа, сохранив только тех, кто пожелал спастись в ковчеге патриарха Ноя. Человечеству была дана возможность начать историю таким образом с чистого листа. Но потомки Ноя, размножившись, начали строить огромное водонепроницаемое здание, небоскреб, на случай нового потопа. Это была попытка обрести независимость и страховку на случай нового наказания от Бога, ведь они сохранили свое стремление к бунту. На этот раз Бог положил конец восстанию людей, смешав их общий язык, на котором они говорили. Так было положено начало различным нациям, о которых в Божьем замысле было следующее – они должны жить отдельно и искать Бога. Впоследствии Бог заключает свой завет с Авраамом, для того, чтобы уравновесить чашу весов и оставить мир под своим влиянием. Через него, через Авраама, Бог намеревался благословить все народы мира. Однако, следующее поколение потомков Авраама оказались также неверны завету с Богом. Пойманные в сети греха, они помогли сатане осуществить его цель в великой борьбе, потому что распяли Автора и поручителя завета и Иисуса Христа, который первый раз пришел в наш мир и стал человеком. Друзья, сегодня наш мир живет в опасном неведении относительно того, что в нем идет смертельная битва, что человек это марионетка в руках падшего ангела. Люди сегодня очень, очень беспечны, они равнодушны к этой теме. Библия же утверждает, что наша планета это арена, на которой разыгрывается драма великой борьбы между добром и злом. Слово Божье говорит так. «Мы сделались позорищем, то есть зрелищем для мира, для ангелов и для людей. И только благодаря Священному Писанию нам доступна полная картина мира с его прошлым, настоящим и самое главное, доступна картина будущего. Мы с вами живем в эпоху искаженных ценностей, когда превозносится нечестность, взяточничество считается нормой жизни, распущенность она просто не знает границ, соглашения между отдельными людьми и целыми народами, нациями нарушаются. Но у нас с вами есть преимущество взглянуть дальше нашего погибающего мира и увидеть заботливого всемогущего Бога. с самого начала великой борьбы и до наших дней в ней в великой борьбе решается главный вопрос. Достоин ли Бог нашего доверия, любви и поклонения или нет? Наверное, падшему ангелу выгодно, чтобы люди не держали его в поле своего внимания, чтобы они вовсе считали, что его не существует или изображали его смехотворно в виде какого-то козлоподобного животного с копытами и рогами. Ведь все это лишь помогает ему управлять нашей планетой. Но если людям в целом свойственно насмехаться над темой о дьяволе, на самом деле, друзья, они ничего не могут противопоставить некоторым очевидным элементам его правления. Иными словами, хотя сам дьявол и не видим человеческому глазу, но его управление нашим миром на протяжении вот уже шести тысяч лет отмечено особыми маркерами, которые не меняются с течением времени. Свою власть сатана делегирует другим падшим ангелам, ведь мы знаем, что целая треть ангелов были низвержены с ним на землю, и в Писании они называются бесами, и вместе они влияют на наш мир. Каков же его почерк? Что является неопровержимым доказательством его власти? первое. Библия говорит так. Раз дети его из плоти и крови, то и Христос стал подобно им человеком из плоти и крови, чтобы, внимание, одолеть смертью того, кто имеет власть над ней, то есть дьявола. Каков вывод? дьявол держит мир в своих руках страхом смерти. Он манипулирует сознанием людей так, чтобы они боялись Бога, наказывающего их за грехи. Наш мир, друзья, это большое космическое кладбище. На земле все умирает. Но ответственность за это дьявол хитро переносит на Создателя. Таким образом, он продолжает сеять семена недоверия и страха к всемогущему Богу в сердцах жителей Земли. Вот и получается, что только Бог может спасти человека, а дьявол делает так, чтобы человек боялся Бога и не шел к Нему. Войны, под каким бы предлогом они не велись, болезни и пандемии, катаклизмы и голод. Все, что ведет к страданиям и смерти, является знаком, что наш мир смертельно болен, что он находится в руках Божьего и нашего с вами врага. Человек был создан по образу и подобию самого Творца, самого Бога. Поэтому дьявол нас так ненавидит. Ведь мы являемся напоминанием ему о Создателе. Поэтому он прилагает массу усилий, чтобы держать нас в своем рабстве. Второй маркер. Вопрос власти и Божьего закона. Любое государство оценивает лояльность своих граждан их законопослушностью. Если человек нарушает государственные законы, он становится преступником. Когда мы читали библейский рассказ о грехопадении, мы обратили внимание, что Адам с Евой потеряли власть над планетой тогда, когда перестали слушаться Бога. В Библии этот принцип прописан так. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания того вы и рабы, кому повинуйтесь. Поэтому, что бы ни думал о себе человек, как бы ни тешил он себя мыслью о том, что он законопослушен своему создателю, его жизненный путь каждого из нас, друзья, будет оцениваться его послушанием, а не его мечтами и словами. Если человек предан законам Бога, он гражданин Божьего Царства. Если нет, вывод ясен. Но с тех пор, как сатане удалось подменить Божий закон своим словом, заставив ошибиться Еву, он с успехом продолжает эту игру до наших с вами дней. Его цель состоит в том, чтобы позволить людям даже верить в Бога, но заставить их нарушать Божьи принципы, его заповеди. Послушайте, друзья, как метко и точно предсказала Библия состояние мира накануне его конца. Хочу, чтобы знал ты, что в последние дни тяжкие наступят времена. Люди тогда станут себя любивыми, будут падки на деньги, хвостливы, высокомерны, злоречивы, родителям непокорны, будут неблагодарны и нечестивы, бессердеечны будут они и беспощадны в своей враждебности, станут колеветать на ближних, впадут в невоздержанность, жестокость, ненависть ко всему доброму и вероломство, будут люди безрассудны, надменны, собственные удовольствия любить они будут больше, чем Бога. Вы думаете, друзья, что это описание неверующих людей? А вот и нет. Библия продолжает рассказ, оставаясь по видимости благочестивыми, они будут на деле отрицать живую силу благочестия. Таким образом, Библия рассказывает о состоянии людей, которые называют себя верующими. Больше всего, желая безграничной власти на небе, но не получив ее, дьявол пытается реализовать свои мечты на земле, подчиняя человечество своим собственным правилам и законам, вопреки закону Божьему. Ну и естественно, самых больших успехов в этом деле он добивается там, где ему удается создать человеческие империи. Ведь это самый легкий способ манипулировать людьми, контролировать небольшую группу властных людей, держа их под своим колпаком и влиянием. Поэтому, сколько ни было на земле империй, начиная от древней шумерской цивилизации и кончая эпохой новейшей истории, всякий раз их влияние сказывалось на верующих людях. Верующих притесняли, обижали, гнали и убивали. Ведь они были послушны Божьим законам и становились раздражителями для тех, кто не знал Бога. Есть и третий маркер дьявольского почерка. В нашей с вами первой теме мы подчеркивали, что достоверный источник информации о Боге это книга, появление которой целиком и полностью обязана Богу. Библия это откровение Бога о себе самом. Бог позаботился о том, чтобы эта книга появилась, была сохранена и без искажения дошла до наших с вами дней. Иначе говоря, у нас просто нет другого достоверного источника информации о нем, о Божьем характере, о его действиях, о его планах, о его законе. Стоит лишить хотя бы одно поколение доступа к священному писанию или посеять сомнения в его авторитете и последствия не заставят себя долго ждать. И сатана знает это. Именно по этой причине для последнего поколения людей в новейшей истории он приготовил страшный подарок. Этот подарок эволюционная теория, которая подвергает унижению и насмешке библейское повествование о фундаментальных принципах существования нашего мира и о его настоящей истории. И как следствие две мировые войны засилие атеизма повальное безбожие все это метастазы эволюционизма и они сегодня пропитали нашу цивилизацию. Но Библия говорит так «Освяти их истинную твоею», то есть «измени их твоей истиной». Слово твое есть истина. Библия содержит правду. Изменения совершенствования человека целиком зависят от того как будет меняться его мышление, то есть от получения правдивой выверенной информации. Библия говорит так «Преобразуйтесь обновлением вашего ума, чтобы вам познавать что есть воля Божья добрая и совершенная». Здесь на самом деле открыт очень простой процесс. Человек получает информацию, взвешивает и анализирует ее, и принимает решения, и потом действует. Таким образом формируются его привычки, которые оказывают влияние на всю его жизнь. И чем раньше этот процесс начинает происходить в биографии конкретно взятого человека, тем больше и глубже он начинает доверять Богу, а его жизнь становится наполненной смыслом и обретает благородную цель. Без Библии у человека нет достоверных знаний о Боге. Поэтому во все времена дьявол стремился лишить человека этого источника знаний. Даже были такие времена, когда церковь запрещала людям изучать Священное Писание, заменив авторитет Библии своим собственным авторитетом. А в 19 веке была создана целая школа, которая провозглашает особый подход в изучении Священного Писания. Эта школа ее учение утверждает, что в Библии достойно доверие только то, что согласуется с человеческим разумом, здравым смыслом и научными открытиями. А все остальное объявляется лишь иносказаниями и аллегориями. Так человеческий разум был поставлен судьей Божьему Слову, в то время, как должно быть наоборот. Библия говорит так. Слово Божье живо и действенно. Оно острее всякого обоюдоострого меча. Оно доходит до разделения души и духа и судит помышление и намерение человеческого сердца. На самом деле, настоящая наука никогда не будет противоречить Библии. Потому что, как у физических, так и у духовных законов один автор. И между ними просто не может быть противоречий. Но человеческие научные достижения и открытия – это вещь достаточно непостоянная и изменчивая. Она не может быть надежным ориентиром в вопросах библейской истины. Ну и, наконец, четвертый дьявольский маркер – это ненависть к личности Иисуса Христа. Гордость и зависть Люцифера, начавшиеся у престола Божьего, были направлены непосредственно на вторую личность Божества. Затем, когда в исполнении был приведен Божий план по спасению падшего человека и в нашем мире воплотился Сын Божий, став человеком, ненависть сатаны к Божьему Сыну вспыхнула с новой силой. Почему? Потому что Иисус пришел, чтобы восстановить в сознании людей правильное понимание Божьего характера. Он пришел, чтобы разрушить дела дьявола, разрушить их своим словом, своей жизнью в послушании Отцу, в своих делах. Поэтому с первых дней существования младенца Иисуса на земле, с момента его рождения и на протяжении тридцати с лишним лет, дьявол делал все, чтобы отравить и сделать невыносимой жизнь Иисуса Христа. Приведем примеры. Младенца Иисуса хотели убить при рождении. За этим стоял сатана, действуя через царя Ирода, ревностно относившегося к собственной власти. Несколько раз Иисуса хотели скинуть со скалы его односельчане. только за то, что он в проповеди истолковал библейские пророчества применительно к самому себе. Учителя закона брали в руки камни, чтобы разбить ему голову, потому что он намекнул им о том, что является божественной личностью. «Когда Иисус прощал грехи, воскрешал мертвых, часто это вызывало не восторг, а негодование и желание расправы, потому что за этим тоже стоял дьявол, действуя в те времена через религиозных фанатиков, для которых форма религии была важнее ее содержания. Иисуса называли бесовским князем, родственники объявляли его выжившим из ума, и вслед за ним шла молва, что он нечестивый человек, который находит удовольствие есть и пить с пьяницами. За Иисусом постоянно ходили шпионы, во всех синагогах запрещали общаться с ним и принимать его. Эта пропаганда была так сильна, что если поначалу за Христом ходили тысячи людей, к концу его трех с половиной летнего служения, с ним осталась небольшая группа из двенадцати человек, один из которых все же предал его. Наконец, дьявол, казалось, добился своего действия через римские и легиозные власти Иерусалима. Он казнил Иисуса на одинокой горе Череп или Голгофа, позорной казнью, какой казнили преступников. Но то, что дьявол считал своей победой, было его величайшим поражением. Иисус сказал так, «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Здесь речь идет о кресте Голгофы, на котором Христос был вознесен, поднят от земли. И ничто так убедительно не говорит о любви Творца, как жертва Божьего Сына, принесенная за мои и за ваши преступления. Библия говорит, что благодаря Христу Бог примирил с Собою мир, не вменяя людям их преступлений. Характер Божий благодаря Христу был возвышен. Очищен. Доверие к Нему было восстановлено. Поэтому сегодня любой человек может свободно прийти к Иисусу Христу, узнать правду о Нем в Библии и заключить с Ним завет мира и спасения. Этого-то и боится дьявол. Поэтому он всячески старается и в наше время сделать людей заложниками религиозных форм, традиций и обрядов. Бог же хочет, чтобы человек воспринимал его как своего небесного отца, старшего брата и друга, чтобы выстраивал с ним отношения доверия, основанные на ответной любви к нему, основываясь на священном писании. Тема, которую мы сегодня с вами исследовали, имеет серьезное значение. Во-первых, она объясняет природу человеческих страданий. Библия утверждает, что за этими страданиями стоит не Бог, а его враг. Библия говорит, что Бог сотворил землю для жительства, он жизнедатель. А дьявол назван в Библии человекоубийцей от начала. Во-вторых, тема о великой борьбе проливает свет на любовь Бога и его заботу, который не отвернулся от нас даже тогда, когда мир оказался в руках падшего ангела и его клики. Напротив, Бог послал в этот страшный и заколдованный мир своего сына, чтобы разрушить дьявольские дела. Ну и наконец, в-третьих, зная о великой борьбе, которая не окончена до сих пор, мы призваны сохранять тонус нашей веры, то есть доверие к нашему небесному Отцу, к его книге и его планам. Потому что никто другой не предлагает нам путь спасения в этом опасном мире, в котором мы живем. Никогда, друзья, не сомневайтесь в Божьей любви и его слове. Нам пора подводить итоги. «Все Бога». Это привело к восстанию части ангелов. Сатана вызвал дух противления Богу в нашем мире, когда вовлек Адама и Еву в грех. В результате этого греха образ Божий в человеке исказился. По этой же причине сотворенный мир утратил свой порядок и был опустошен во время всемирного потопа. Этот мир превратился в арену вселенской борьбы. В конце этой борьбы Бог любви будет оправдан перед всей вселенной. Христос сегодня посылает Святого Духа и верных ангелов, чтобы направлять, охранять и поддерживать своих детей на пути спасения. У нас есть хорошая возможность прямо сейчас в молитве обратиться к нашему Небесному Отцу и поблагодарить Его за то, что в этой великой борьбе у Него есть план о вас и обо мне. Помолимся Ему? Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе, что Ты Бог, который называет себя нашим Спасителем. И сегодня мы из Священного Писания узнали, от чего, а точнее, от кого Ты желаешь нас спасать. Мы просим Тебя, чтобы этот наш путь к Тебе нами был пройден успешно, чтобы в сердце нашем никогда не возникало духа бунта и восстания, чтобы мы искали Тебя, учились постигать Твое Слово, познавали Тебя и видели Тебя не только в Библии, но и замечали руку Твою в жизни нашей. Просим Тебя, направляй нас и руководи нами. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Ну вот и завершилась восьмая тема, но впереди нас ждет еще много открытий. До встречи, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok